Сейчас немного расскажем о ультразвуковом барьере и его подключении. Для того, чтобы снять планку, вам надо открутить два болта, как вы видите, и снимается крышка. У нас уже она снята. Вытягиваете, вы видите плату звукового барьера. Здесь все очень просто. Это аккумуляторная батарея, с помощью которой 128 часов. Звуковой барьер может быть без питания. Предохранитель, ON, OFF – это включение работы от батареи. Когда смокскрин у вас отключен, OFF – значит батарея сейчас не работает. Если я нажму ON, то смокскрин заработает. То есть ультразвуковый барьер. Немного о входах и контактах. Он может питаться как от 12-вольтового источника питания с стандартным подключением. В виде такого. И если он устраивается на постоянную работу уже в помещении, то есть у нас выходы 12-вольт и граунд. Это его питание. Это его питание, чтобы не проделать здесь дырочек, на постоянную вешается сюда. Собственно говоря, не удивляйтесь, вот это питание будет вплотную опираться в крышку. Оно сделано больше для демонстрационной цели. Это стандартное постоянное питание, при установке уже подключение к охранке лучше делать отсюда. Да, чтобы было меньше контактов, и вам не пришлось проделывать отверстия в панели. И N+, и N- – это самые главные контакты, при размыкании которых звуковой барьер начинает издавать звук. В принципе, на этом всё. Вот эта батарейка заряжается, работает 120 часов, очень простая и очень эффективная вещь. Питать можно насколько? Питать, да. Про питание сейчас мы немного скажем отдельно, когда достанем стробоскоп. Потому что стробоскоп у нас более, так сказать, главное устройство, и оно может питать звуковой барьер. То есть, когда вы вешаете в тандеме стробоскоп, я забыл сказать, потому что у нас в звуковом барьере тоже есть дип-переключатель для программирования, время его задержки и время работы именно ультразвукового барьера, когда он подаёт звук. То есть, есть у него возможность задержки после того, как он получил сигнал, по-моему, от 1 до 8 секунд. Да, и он может работать от 30 секунд до 8 минут. Всё настроится с помощью вот этих переключателей. Так. Ну, всё вроде.